Приветствую вас и не знаю, к сожалению или к счастью, нет единого ответа на ваш вопрос. Если говорить о бесценном человеке, то это человек, обладающий определенными качествами, которые в нем очень сильно ценят. И видите ли, проблема заключается в том, что разными людьми ценятся разные качества. И не бывает такого, чтобы кем-то, да, ценились одни качества только. А другими ценились бы эти же качества. Каждый человек ценит, ну, других людей, исходя из того, что именно ему важнее в первую очередь. И отсюда не сложно сделать вывод о том, что бесценный человек – это такой человек, который для другого представляет собой очень большую ценность. А вот насколько и какие качества ценны для человека, это зависит уже, простите, не от него самого, то есть не от того, у кого эти качества есть, а у того, кто в этих качествах востребован, кому нужны эти качества. И таким образом, я надеюсь, смог до вас донести основную мысль, что ценность человека не определяется чем-то одним. Ценность человека определяется потребностью, оценкой других. Отсюда, в принципе, не сложно догадаться, что ценность одного человека, уровень его ценности, поднается только в соотношении с другими. Иначе говоря, пока человек не начнет сам общаться с другими людьми, он не сможет оценить свою ценность. И для примера можно выбрать, можно взять такой интересный, на мой взгляд, момент, когда вот кому-то, например, очень нужно такое качество, как, скажем, серьезность. Вот кому-то очень важна, очень важна серьезность в другом человеке. Чтобы человек был серьезный, чтобы человек был там особенный, и так далее. И казалось бы, казалось бы, что в этой ситуации, в ситуации, когда нужна такого рода серьезность, это безусловный плюс. Но в действительности, это не совсем так. Потому что другому человеку, который предъявляет совсем иные требования, и к себе, и к окружающим, вот такому человеку нужно совершенно другое. И нет, надеюсь, нужды говорить, что для такого человека данное качество будет негативным, данное качество будет плохим. То есть, все относительно, все сугубо индивидуально, и характеристика бесценного человека в том, что востребовано другим. Потому что ценность всегда в чем-то измеряется. И измерить ценность другого человека может только кто-то еще, не сам человек. И поэтому вот то, что вам написали эксперты, это то, что для них является ценным. Это то, что им кажется наиболее ценным. А вот другие эксперты дадут другую характеристику. И так, и так кажется, будет со всеми людьми. То есть, каждый даст ту характеристику, которая ему и для него является наиболее ценным. Вот и все. И нужно ориентироваться в очерке человека на других. Насколько он у них востребован. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете все улучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.